В Иванове начались работы по асфальтированию дворов. Согласно жилищному кодексу, эта территория относится к придомовой, а следовательно и ремонтироваться должна за счет собственников жилья. Однако в 2011 году впервые была применена практика финансирования ремонта дворов из федерального бюджета. Сейчас уже третий год действия программы. Теперь средства поступают из городского бюджета. А число жителей, желающих заасфальтировать придомовую территорию, не уменьшается, а наоборот растет. Раньше относились к этому с недоверием, а теперь, когда верят, что работы выполняют, что и администрация города, и депутатский корпус держат слова и выполняют определенный объем работы, жители, естественно, активизировались. Данный двор первый в этом году асфальтируется. Жители на протяжении всей зимы атаковали нас неоднократно и письмами, и посещениями. И это дало свои плоды. Теперь и на улице светлый праздник. Работы по укладке нового асфальтового покрытия уже начались. Этот двор станет первым приведенным в надлежащее состояние в этом году. В 2013 на эти цели выделено более 110 миллионов рублей. Когда мы начинали данную программу, у нас было более 900 заявок. Ну вот, если вы посчитаете, у нас сейчас, ну, а потом эти заявки, конечно же, пополнялись. То есть изначально их было 900, потом они пополнялись и колеблились в районе 1700. Если вы посмотрите, мы сделали в первый год программы, в 2011 году, 453 территории. В следующем году мы сделали 253 территории. В этом году мы сделаем более 200 территорий. И программа продолжится дальше. Вот складывайте, и вы поймете, что за счет работы администрации, за счет слаженной работы депутатского корпуса и жителей, самое главное, мы эту проблему практически в городе решим. Эта программа имеет большую социальную значимость. Ивановцы активно принимают в ней участие. В очереди на ремонт асфальтового покрытия на будущие годы стоит уже более 600 дворов. И список их пополняется ежедневно. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.